Для меня одним из самых интересных смартфонов этого года стал Samsung Galaxy Z Fold 2. Это по-настоящему уникальный, инновационный и крутой продукт. И, видимо, он продолжит оставаться таким же инновационным. Ведь, как сообщают инсайдеры, в следующем году Galaxy Z Fold 3 может стать первым смартфоном Samsung с подэкранной камерой. Сейчас все подробно и по полочкам расскажу. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста, у микрофона Антон. Но перед началом небольшая реклама. Ну а спонсор нашего сегодняшнего видео – наши друзья из Аукител. Они попросили рассказать о старте продаж их нового смартфона Аукител VP10. Это их первый гаджет с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Вдобавок ко всему – аккумулятор емкостью 8000 мАч, а защита от пыли и влаги по стандарту IP68 и IP69K. Так что переживать за сохранность Аукител VP10 абсолютно не стоит. С 23 по 27 ноября гаджет будет доступен по акционной цене – всего 369 долларов 99 центов. Вдобавок ребята из Аукител проводят конкурс. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а мы начинаем! Сообщил эту новость портал XDI Developers со ссылкой на свои источники. Ожидается, что в смартфонах линейки Galaxy S21 нас будет ждать уже привычный и стандартный вырез по центру для фронтальной камеры. А вот в гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 нас ждет революция. Ну, по крайней мере, это будет первый смартфон южногорийского гиганта с подэкранной фронтальной камерой. А почему не первый в принципе? Ну, дело в том, что в сентябре представили ZTE Exxon 25G – первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой, который можно купить. До этого многие технические гиганты показывали нам свое видение подэкранного будущего, но до рынка эти варианты не добирались. И скажу честно, реализация подэкранной фронтальной камеры в ZTE Exxon 25G оставляет желать лучшего. Но начало положено. И это главное. Ведь получить дисплей без вырезов, точек, челок и капель – это лучшее, что могут нам предложить производители смартфонов на данный момент. Но это не все сюрпризы, ведь по сообщениям инсайдера Ice Universe, новинка получит новое поколение ультра-тонкого стекла, что позволит использовать цифровое перо S-Pen с Galaxy Z Fold 3. И если честно, это выглядит как самое логичное решение, ведь внешне гибкий смартфон как раз-таки напоминает блокнот или тетрадь. Открыл? Записал? Закрыл. За работу аппарата будет отвечать еще не анонсированный процессор Snapdragon 875, операционная система Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3. И да, именно в третьей версии One UI компания Samsung сделала упор на нововведения для гибких гаджетов – Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold. Видимо, действительно, южнокорейский гигант делает ставку на гибкие смартфоны, и следующий год может стать в этом плане настоящим подарком. Ведь помимо Galaxy Z Flip 2 и Galaxy Z Fold 3 нам могут показать доступный Galaxy Z Flip Lite. По крайней мере, об этом сообщил аналитик Ross Young. Также он сообщил о том, что Lite-версия Galaxy Z Flip получит UTG-стекло, как в Galaxy Z Fold 2. А вот цена будет на уровне 1000 баксов, что пусть и дорого, но уже сравнимо с флагманами других компаний. А вот ждать это технологическое чудо еще долго, ведь представит смартфон только осенью 2021 года. Да и ждать цену ниже 2000 баксов не приходится, ведь кто бы что ни говорил, Galaxy Z Fold – это уникальный имиджевый продукт, который купят далеко не все. А что вы думаете по поводу гибких смартфонов? Мне кажется, это крутая идея, и в будущем нас ждет все больше и больше таких гаджетов от других производителей. Ну а ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. И самое главное, что вы можете сделать – это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. У микрофона, как и всегда, был Антон, канал Кэпипаста. До связи! Субтитры подогнал «Симон»!